В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых заметных событиях, прошедших выходных и первого рабочего дня этой недели, вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Ровно год с момента трагедии, как сегодня живут люди в пострадавшем от взрыва доме в осеннем переулке. Тротуар с препятствиями жителям 7-го Мервинского проезда придется маневрировать между фонарными столбами. Лебединая песня «Одинокий лебедь» поселился на Ласковском озере. Рано утром 23 октября 2016 года в доме номер 4 по первому осеннему переулку прогремел взрыв. Он разрушил несколько квартир на 9-м и 10-м этажах, в результате чего 7 человек погибли, больше десятка получили травмы. Как живут люди в пострадавшем от взрыва доме спустя год, узнала Алена Куколева. Если не знать о той трагедии, дом можно принять за новостройку. Ярко-желтый-зеленый фасад, у подъездов ухожены клумбы, новая детская площадка. Выдает только разная высота секции. Когда-то на 8-м, 9-м и 10-м этажах первого подъезда было 11 квартир. Сейчас пустота. 23 октября в 4 часа 36 минут поступила информация о хлопке газа на улице Первый осенний переулок. Момент взрыва попал на видео. Трагедия унесла жизни семерых человек, в том числе одного ребенка. Пострадали 13. Следствие сообщило, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с бытовым газом одного из жильцов. Сегодня, спустя год, этот дом ничем не отличается от остальных. А люди говорят, что им не страшно. Разве что лишь когда взрывают фейерверки неподалеку, невольно вздрагивают от хлопка. Как я помню, спал, взорвалось. Вышел посмотреть, что к чему. Говорю, все стекла повыбито, все повыбито. Ну и все выглянул в окно. Тут уже кое-кто стал выбегать. Все завалено. Вот так мать выводили. Матери 88 лет. Наша задача была только мать вывезти отсюда. В Клепиковском районе самосвал на высокой скорости опрокинулся набок. В Касимовском, вылетевшись с дороги Ситроен, превратился в груду металла. В центре Рязани столкнулись газель и самосвал. Вот только некоторые заголовки и сводок ДТП за выходные и первый рабочий день. Для того, чтобы избежать аварийных ситуаций, в первую очередь нужно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим. Но и в связи с понижением температуры воздуха и первым снегом, Госавтоинспекция Рязанской области рекомендует всем автолюбителям позаботиться об установке зимних шин. Выпавший выходные первый снег и понижение как ночных, так и дневных температур заставил автолюбителей задуматься о смене летней резины на зимнюю. Правда, некоторые все еще сомневаются, не рано ли переобывать своих железных коней. А вдруг плюсовые температуры вернутся в регион. Однако сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют не откладывать установку зимних шин. Даже в небольшой снегопад категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине, так как сцепные свойства таких шин значительно ухудшаются со снижением температуры. Таким образом, вы подвергаете опасность не только себя, но и других участников дорожного движения. Пора менять не только резину, но и весь стиль вождения, выбирать безопасный скоростной режим, быть более внимательным в вечернее ночное время суток, а также в условиях ухудшения видимости. Пешеходам также нужно быть аккуратнее при переходе через проезжую часть дороги и иметь на одежде светоотражающие элементы. По статистике, осень является тем временем года, когда пропадает наибольшее количество людей. Большинство из них – грибники, заблудившиеся в лесу. Обычно поисковые операции продолжаются не более нескольких суток, но за поисками Алексея Елисеева, пропавшего в лесу Спасского района. Рязанцы и жители области следили около полутора месяцев. До последнего момента родственники не теряли надежды, однако в минувшие выходные стало известно, что Алексей Елисеев был найден погибшим. Продолжит Валерий Седов. 7 сентября в Рязанской области пропал Алексей Елисеев. 63-летний мужчина вместе с товарищами отправился за грибами в сторону поселка Лесхоз. В три часа этого же дня родственники заявили о его пропаже. Поиски продолжались около полутора месяцев. Всего 7 сентября в поисках было задействовано несколько сотен человек – спасатели, родственники и волонтеры. Над местностью летали беспилотные аппараты, а также маломерный самолет «Цесна». Через некоторое время материалы о пропаже 63-летнего Алексея Елисеева были переданы в Следственный комитет. По факту исчезновения Рязанца была организована доследственная проверка, в ходе которой проводились поисковые мероприятия. Одно из таких мероприятий завершилось тем, что в лесном массиве близ села Лесхоз Спасского района нашли тело погибшего грибника. Родственники уже опознали тело погибшего мужчины. В настоящее время следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины и обстоятельства его гибели. По результатам доследственной проверки будет принято закон и обоснованное процессуальное решение. Родственники выразили большую благодарность всем тем, кто помогал в поисках мужчины. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские полицейские в очередной раз пресекли нелегальную продажу алкоголя. В деревне Шевцово ими было изъято порядка 50 литров крепких алкогольных напитков. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. Сотрудникам полиции стало известно, что в местном универсале деревни Шевцово, не имеющем соответствующей лицензии, продают виноводочные изделия в розницу и даже в разлив. В ходе проверки данная информация подтвердилась. На витринах магазина полицейскими были обнаружены емкости с водкой, коньяком и вином. Персонал магазина не смог предъявить каких-либо документов, оправдывающих сбыт алкоголя. С полок магазина полицейские изъяли 50 литров спиртных напитков. Кроме того, стражи правопорядка обнаружили, что в магазине населению отпускались пиво и коктейли с давно истекшим сроком годности. Данная продукция также была изъята сотрудниками полиции. В настоящее время возбуждено административное производство по статье, которая предусматривает наложение на индивидуального предпринимателя административного штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Всегда ли благоустройство идет на пользу? Этим вопросом сейчас озадачены жители домов, расположенных на 7-м Мервинском проезде. Через несколько дней у них появится тротуар, по которому можно будет передвигаться вдоль проезжей части. Вот только есть у этого проекта несколько минусов. Каких именно, знает Валерий Седов. Дорога или тротуар? Очевидно, на первый взгляд выбор не кажется таким уж и простым при детальном рассмотрении. Дорога на 7-м Мервинском проезде никогда не была оборудована каким бы то ни было пешеходным тротуаром. По этой причине людям приходилось идти прямо рядом с оживленным движением. Старики и подростки, женщины с колясками и мамы с детьми ежедневно ходят в опасной близости от автомобилей. Но с недавних пор ситуация поменялась. Местным жителям пообещали сделать тротуар. Правда, радость была недолгой. Ширина тротуара на противоположной стороне от края до края бордюра составляет 2 метра 25 сантиметров. То есть расстояние вытянутых рук обычного человека. Здесь же всего лишь метр пятьдесят. Пройти обычному человеку не так-то просто. Что уж и говорить о женщинах с коляской. Столбы стоят прямо посреди тротуара. Доходят и до абсурдного. Например, здесь все движение полностью перекрыто. Мнение местных жителей по поводу такого необычного тротуара разделилось. Как вы считаете, они удобные или нет? Я думаю, да. А почему? Ну, не знаю. Удобнее, чем по дороге ходить. С ребенком не пройти. В школу провожаю. Обязательно выходим где-то минут за пятнадцать-двадцать еще раньше. Потому что невозможно проезжей части. Естественно, временные трудности. У меня, например, трое детей. Они здесь учатся в школе. И поэтому приходится их водить. И здесь были очень плохие тротуары. А сейчас замечательно все делают. Все классно. Очень узкие. Ну, что это? На пути одни столбы. Ну, это идет человек и в столб врезается. Идет человек и в столб врезается. Как вы думаете? А как вы думаете, как будет лучше? Даже трудно сказать. Прокладка обычного тротуара стала самой настоящей дилеммой. Либо еще сильнее уменьшить дорожное полотно, либо оставить пешеходам препятствие в виде столбов. Рабочие отмечают и другую проблему. Заборы домов у дороги могут быть возведены куда ближе к ней, чем нужно. Так что найти виновников в именно такой ширине тротуара не так уж и просто. Тем не менее, уже на следующей неделе здесь появится щебень, а сверху положат асфальт. И, может, когда местные жители начнут ходить по новому тротуару, их мнение изменится. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Юные рязанцы снялись в большом кино. Актеры приняли участие в картине «Вежливый человек». Ее съемки проходили в течение всего лета, а премьера состоится уже в этот четверг в кинотеатре «Октябрь». Рязанское кино на большом экране. В ограниченный прокат выходит полнометражный фильм «Вежливый человек». Полуторачасовая картина полностью снята в нашем городе. Главную роль исполнил Федор Гирусов. А вот детские роли исполнили местные школьники. Ребятам от 7 до 15 лет. Первые съемки мы вышли 28 мая и закончили в августе. Съемки длились 3 месяца. Фильм рассказывает о военном, которого после ранения комиссовали на родину. Однако в родительском доме уже живет сестра главного героя со своей семьей. В поисках новой работы он устраивается на станцию юных натуралистов, где знакомится со множеством подростков. Изначально авторы планировали снять детское кино, которого практически нет в России. Однако получилась вполне взрослая история. Детское кино подразумевает какие-то приключения, квесты, романтику, искание. А у нас кино получилось все-таки такое про жизнь. Оно, в общем-то, я надеюсь, что тоже призывает к разумному, доброму, вечному. В фильме есть как лирические сцены, так и драки, поэтому зрителям скучать не придется. Примечательно, что не только актеры, но и съемочная группа была в основном из Рязани. Главной сложностью стало отсутствие полноценной команды, ведь кино не создают в одиночку. Делалось гораздо меньшим количеством людей, чем это должно было быть. Это делалось профессионалами, но очень мало было помощников. И каждый человек, каждый сотрудник съемочной группы, член съемочной группы брал на себя несколько функций. То есть там и реквизиторы, и костюмеры, и всех остальных. Фильм рассчитан на детей старше 12 лет. Премьерный показ состоится в четверг, 26 октября в 13.00. Гостей ждут в кинотеатре «Октябрь». На показ пригласили учеников близлежащих школ, а также всех рязанцев. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На озере Ласковском под Рязанью в выходные заметили лебедя. Большая белая птица до сих пор плавает в водоеме. Что удивительно, ведь в наших краях этот вид практически не встречается. Как мог лебедь оказаться в столь нетипичном для него месте? Об этом мы поговорили с ученым-орнитологом. Гладь лесного озера, отражающая горящую октябрьскую листву лесной чащи, низкое тучное небо, солнечные лучи, проникающие сквозь и падающие лентами на озерную поверхность. Ради этого пейзажа сюда, на Ласковское, стоит приехать. От города недалеко, а удовольствие можно получить на неделю вперед. Тем более, что это время года слишком скоротечно. Но в дополнение к сказочной идиллической картине увидеть царственную белую птицу – это может показаться сном. Мы определили его как лебедь-шипун. Это вид, который для Рязанской области вообще не характерен. Рязанская область не входит в ареал этого лебедя. Вот лебедь-кликун обходит Рязанскую область, но он может встречаться вокруг Рязанской области в других местах. Просто у нас нет. А вот шипун вообще, его ареал не касается Рязанской области. Лебеди-шипуны – красивейшие крупные птицы, достигающие 14 килограммов веса, распространены на территории Евразии, эмигрирующей на побережье Каспийского и Средиземного морей в зимний период. Интересно, что взрослые особи отличаются от молодняка белоснежным оперением и ярко-красным клювом. А вот у молодежи клюв серый-лиловый и серое оперение. Плавая в водоеме, лебедь грациозно выгибает шею и изящно приподнимает крылья. А когда его беспокоит, устрашающе шипит. Отсюда и название – лебедь-шипун. Они могут потерять ориентировку, занести их может каким-нибудь ураганом, ветром. Может, просто что-то в их мозгах нарушилось, и они полетели не туда. К нам иногда прилетают белые цапли, которые вообще встречаются на юге. А каждый год одну-две цапли мы здесь, в Рязанской области, ну не каждый год, а регистрируем. Собираясь в теплые края, птицы могут подолгу пережидать непогоду. Сбившись в стаю и лежа на земле, лебеди подбирают лапки и прячут клюв в ожидании хорошей погоды. Наша птица плавает по озеру и тоже, вероятно, ждет. Лебеди, как и гуси, наверное, они очень холодостойкие. Улетают, когда озеро начинает замерзать, вода. Вот тогда они отлетают. Я думаю, что если он способен был прилететь на Ласковское озеро, то он способен и улететь из него. То есть, когда его не будет устраивать здесь обстановка, он улетит. После того, как в 1960 году запретили охоту на лебедя-шипуна, этому виду не угрожает исчезновение. Однако птицы требуют бережного к себе отношения. До сих пор им могут нанести ощутимый вред браконьеры. Поэтому во многих странах лебедь-шипун занесен в Красную книгу, как сигнал того, что птица может исчезнуть, если не соблюдать правила охраны этих пернатых. Раньше лебедь-шипун гнездился у нас, но в последние десятилетия его нет. Тут, скорее, неблагоприятные условия, а, может быть, численность невысокая, а охотники их отстреляют. Это очень крупный, грубо говоря, гусь. Поэтому крупная, редкая добыча. И многие охотники не жалеют такую редкость и такую красоту ради куска мяса. Лебеди-шипуны обладают хорошей памятью, надолго запоминают обидчика и даже мстят ему при случаях. Скорее всего, совсем скоро прекрасная птица улетит в теплые края. Но пока можно созерцать неземной красоты картину. Погладе лесного озера в отражении неба и огненного леса, под падающим ранним снегом плавает одинокий белый лебедь. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Реклама «Двигатель торговли» – эту фразу знает практически каждый человек, даже не читавший произведения Ильфа и Петрова. Благодаря рекламе ежегодно продаются тысячи, миллионы товаров, и не меньшее количество остается на полке из-за неумелого обращения с этой грандиозной силой. 23 октября свой профессиональный праздник отмечают все те, кто так или иначе связан с рекламным бизнесом в Российской Федерации. Создатели рекламы – маркетологи, пиарщики, креативщики. Телекомпания «Город» занимает в Рязани одну из лидирующих позиций среди СМИ по объему размещаемой рекламы. Каждый день маркетологи привлекают клиентов, с которыми в дальнейшем работают журналисты нашей телекомпании. Большой охват вещания – тот плюс, который располагает фирмы и компании к рекламе именно у нас. Телевизор смотрят разные люди, мужчины, женщины с разным достатком. Поэтому при грамотном выборе телеканала спрос на ваши товары и услуги будет очень высоким. Наш замечательный партнерский канал «Домашний» с октября распространяет рекламу не только на город, но и обеспечивает распространение рекламы наших клиентов на область. Реклама на телеканале «Домашний» в Рязани – это оптимальный вариант, который позволит подробно рассказать о продвигаемых товарах. Кроме кабельного вещания на пяти каналах – «Домашнем», «Городском», «ЮТВ», «ТВ3» и «ЧЕ», теперь телекомпания «Город» выходит в цифровом формате, в частности, на телеканале «Домашний». Более того, мы располагаем собственным телеканалом под названием «Городской» и осуществляем на нем круглосуточное вещание. Реклама на канале «Городском» за счет высокого доверия к каналу «Горожан», безусловно, ответственному подходу к ее размещению, сделает вашу продукцию узнаваемой и популярной. Кстати, специалистами давно доказано, что средняя стоимость размещения информационного сообщения на телевизионных каналах обходится в разы ниже, чем стоимость подачи в других СМИ. Короткие ролики, большие сюжеты, бегущие строчки. В зависимости от целей, которые ставит перед собой клиент, мы можем произвести любой из перечисленных материалов. Самой лучшей наградой за проделанную работу становятся отзывы наших партнеров и, как следствие, наше продолжительное сотрудничество. Так что телекомпания «Город» поздравляет всех своих партнеров и коллег с профессиональным праздником. Стоит сказать, что в настоящее время именно телевидение является наиболее популярным средством массовой информации и размещение на нем рекламного сообщения – это оптимальный способ взаимодействия с потенциальными покупателями. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55-90-50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова